всем привет сидел я значит вчера и в интернете что-то листал какие-то новости и вдруг наткнулся случайно на вот такую вот интересную новость надо брать а в россии обрушились цены на флагманский iphone с с 32 гигабайтами флеш памяти и сейчас его можно купить ниже психологической отметки 20 тысяч рублей то есть он сейчас продается за 19 990 это стрит 32 гигами я думаю блин это интересное предложение и я думаю блин а может быть купить его сейчас потому что скорее всего такая цена ненадолго и даже если не если не понравится я потом вас могу перепродать я же как бы барыга я это все продумываю и потом я думаю а сколько же он стоит тогда в америке залез на официальный сайт apple в америке и такая же версия на 32 гига тоже в черном цвете стоит 399 долларов я перевел доллары в рубли у меня получилось 24 тысячи 200 рублей он стоит в америке то есть впервые наверное вообще в истории получилось так что в россии взять телефон iphone дешевле чем в америке потому что в америке самые дешевые цены на iphone и но вы сами знаете наверное что многие люди в россии покупают айфоны именно в америке заказывают их в америке оплачивают услуги посредника которые им доставят в россию потому что даже с вот этим условием что они оплачивают все эти услуги все равно iphone выходит дешевле чем купить у нас россии у нас россии просто сильно цены завышают и на все модели остальные так и так и есть все остальные модели они дороже у нас россии чем в америке а именно вот это с я сейчас дешевле я не знаю может быть это какая-то временная акция я надеюсь что подольше она продлится чтобы больше людей смогли себе купить iphone на самом деле я решил походить пока что с айфоном думаю ну почему бы нет как-то попробовать не знаю надо что-то менять может быть мне понравится не знаю но навряд ли конечно единственный момент который мне не понравился то что в моем городе не было черного телефона был только золотой розовый и белый а черный именно такой который мне нужен его не было его нужно было долго ждать поэтому я заказал в другом городе в томске и сейчас я собираюсь в томск мне недолго до него доехать там буквально час на машине и уже там заберу свой черный айфон с е а Получил, ребята, айфон. Долго меня мурыжили в салоне, а хотите ли вы дополнительную гарантию, а хотите ли вы стекло защитное на экран, а давайте мы вам кредитную карту оформим, а давайте мы вам сим-карту обрежем. Короче, столько денег хотели с меня срубить, я говорю, да ничего мне не надо, у меня уже все есть. Короче, в итоге я отдал за этот телефон 19 390, и плюс еще кэшбэк был примерно рублей 400, он мне обошел в 19 тысяч в общем. Итак, ну вот я приехал домой, в общем получилось у меня ровно 19 590 рублей. Почему такая сумма получилась? Сам телефон стоит 19 390, плюс за 200 рублей мне еще продали карту с веслого. Возможно, она мне тоже когда-то пригодится. Ну что ж, давайте открывать телефон, мне уже не терпится. Я взял себе черный вариант, потому что мне кажется, что в черном варианте вообще очень красиво телефон смотрится. Первое открытие айфона, я уже так давно не покупал ничего именно в магазинах телефоны, обычно заказываю все из Китая. Ну вот он мой черный айфон в пленочках. Так, здесь первая пленка, здесь вторая. И в комплекте у нас должны идти оригинальные аксессуары, то есть оригинальные вот эти наушники EarPods, оригинальный зарядный блок на 1 ампер и оригинальный кабель Lightning. Также здесь еще, возможно, есть даже наклеечки с яблочком, не знаю. Давайте посмотрим. Вообще, по-моему, должны быть... Да, вот они, две наклейки и краткая инструкция. И вот так вот этот черный айфон смотрится. Я думаю, все этот дизайн уже прекрасно знают. Этому дизайну уже 5 лет, пошел он еще со времен айфона 5, потом был 5S, и вот потом, спустя сколько, 3 года, они еще сделали SE в старом дизайне. Ну вот и все, телефон я настроил, уже добавил сюда свою карточку, буду пользоваться сейчас Apple Pay. И хотелось бы посмотреть, сколько сейчас свободно памяти. И вот вы видите, из 32 гигабайт доступно 23, то есть 9 съедает сама система. Версия iOS сейчас установлена 10.3.2, по-моему, это самая последняя на данный момент. Да, самая последняя. Ну и, естественно, этот телефон, скорее всего, осенью, не знаю, когда там уже будет финальный релиз, получит iOS 11. Да и, скорее всего, и iOS 12 и 13, потому что здесь стоит мощное железо, и я думаю, что он будет обновляться довольно-таки долго. Ну что ж, ладно, ребята, вот такое получилось видео короткое. Купил телефон, не знаю, попробую сейчас им попользоваться. Возможно, мне понравится, возможно, нет. Конечно, дико неудобно, что маленький экран. Потом, может быть, сделаю видео, как пользователь андроида с 6-летним стажем пересел на iOS. На этом все, всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok